Сегодня я сделаю видео урок. Познакомлю основы рисования персонажей. Недавно я на днях зарисовал эскиз. Эскиз двух замечательных двух зайцев. Сказочные звери. Сегодня я познакомлю вас как можно нарисовать сказочных героев персонажей. Пожалуй попробуем нарисовать вот с моего эскиза, который я придумал вчера, двух зайцев. Можно сначала просто нарисовать самих персонажей, а потом уже само окружение. Попробуем, что у нас получится. Просто начнем. Не забывайте про то, чтобы наточить хорошенько карандаш, чтобы присутствовал ластик. Ластик можно брать любой. Желательно, чтобы он был хороший. Вот. Ну и пожалуй начнем. Так как эскиз у меня уже готовый, мне будет легче уже что-то строить. Я положу рядом эскиз и начну делать рисунок постепенно. Начнем с того, что мы сначала сделаем общие контуры наших зайцев. Вот так, не спеша. Отметим голову. В процессе работы можно стирать сколько угодно. Нам это не повредит. Мы учимся. Так, отметим, отметим наше тело. Тело зайца. Отметим ноги. Такими общими чертами. То есть, не вникая в детали сначала просто общие черты. Ну, на самом деле, пока сейчас плохо видно. Мы просто тренируемся. Делаем просто эскиз. То есть, не надавливаю. Постепенно можно уже что-то вырисовывать. Сейчас мы сделаем кисть. Вторая кисть находится дальше. Просто уловим образ. Образ нашего зайца. Отметим нашу второго персонажа. Зайчиха. Делаем круг. Замечаем голову. Голому отметили у первого зайца. Такими вот овальными кружками. Отметим туловище. Отметим ноги. Тенья будет располагаться. И ноги. Стопы. Так. Голома петель. Немножко большая. Значит, немножко меньше. схематично отмечаем уши отметим где у нас были глаза также у нашего зайца схематично мы отметили так у зайчихи у нас идет левая рука просто отметим отметим уровень пояса это нам пригодится здесь у него такое небольшое платьишко просто отметим что она есть штанины такие интересные балахончатые так правая рука зайчихи немножко опущена мы тоже отметим так заяц держит кружечку чая просто детали отметим небо а вообще просто пока там без деталей так также балахон отметим нашего зайца приблизительно смотрите в чем разница то есть когда мы строим сначала отмечаем туловище ноги голова основные самые схематичные основные части наших героев то есть конструктивно как конструктор мы сначала строим а затем уже можно переходить к самым детальным моментом даже если что-то не получается всегда можно исправить ну вот я отмечаю уровень плечи где у нас будет плечо зайца также смотрим где будет плечо зайчики чтобы они были хотя бы на одном уровне приблизительно чтобы скосов не было в зависимости он еще как стоит положение тоже влияет на сам рисунок положение самого тела так отметим фартук вернее воротник это это как это как это Проблизительно, где у нас будет нос находиться. Немножечко повернем его, не забывайте отходить, смотреть со стороны, как это получается, то есть нужно дотеть чуть дальше от самого рисунка и издали присмотреться, как это выглядит в целом. Отметим зубки, какие они есть, ну вот какой-то образ уже есть, это замечательно. Глазки наших героев, они такие очень большие, выразительные, открытые, ясные, чистые. Кажется, что зайчик, она что-то объясняет своему зайцу, что-то такое интересное. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Странцова Постепенно смотрим что у нас получается не забываем отходить и смотреть продолжаем рисовать так отметим лапку нашей зайчихи так перейдем немножко к ногам так приблизительно общий контур готовы начнем потихоньку уточнять рисунок то есть рука, туловище, нижняя часть туловища, ноги также зайцы, ноги, туловище, руки, голова, ушки все заметно можно потихоньку строить и уточнять вот такая у нас шерстяная кофта у зайчихи делаем шерсть такими вот интересными штрашками здесь рука задняя плащевка заворачивается из-за рукава так рисуем лапку так а здесь у нее платье уйти отмечаем пальцы затем идет нижняя накидка отмечаем пальцы отметили Перейдем к нашему зайцу. Зайц у нас в пиджаке, отмечаем пиджак. Так, зайц у нас держит чашечку чая. Вместе с подставкой за блюдцем. Блюдце тоже отмечаем. Так, здесь маленькие неточности. Мы их тоже немножко убираем. Рисуем правую руку самого зайца. Рисуем правую руку. Так, у зайца у нас в штанинах. Отметим штанины. Такие интересные балафоны. Да, у зайца есть задний хвост. Тоже отметим его. Так же у зайчихи. А лучше даже не надо зачихивать. Здесь у нас накидка и уже не видно ничего сзади. Не забываем делать какие-то маленькие складки, потому что вещь имеет свойство как делать складки. Так, вот зайца у нас такой вот великолепный большой воротник, который постепенно слезает к пиджаку. Включаем нос. Делаем его чуть-чуть немножко. Делаем зубки. Отметим глазки. Сейчас покажу как построить глазки. Как лучше всего построить глазки. Небольшой набросок продемонстрировал. То есть глазки как капельки. Вот на бумаге. Берем овал века. А лучше сразу овал строим. Круг. Затем веки. В глазах всегда присутствует зрачок. Он темный. А есть еще блик, который уже отражается от света. Вот в данном случае вот этот блик. Это зрачок. И радужка рядом. Но она постепенно уходит на нет. А здесь, от века, вот в этой части, падает тень. Оно темное. Получается, самый контраст, это вот здесь вот. Где отражается блик от света. И виднеется зрачок глаза. И получается вот такой вот живой глаз. Также мы здесь покажем на наших зайцах вот этот же эффект. Блик. Зрачок. И постепенно уходит на нет. Маленькие усики. Так. Перейдем к зайчихе. Сейчас немножко еще отметим у зайцев. И вот здесь вот. Если вам что-то не нравится, можете сразу все это убрать и сделать так, как вам нравится, чтобы было лучше и красивее. Продолжение следует... Так, поднимем глаз нашей зачихи чуть выше. Где-то здесь. Так, делаем ножка. Возьмем уши. Обратите внимание, что уши у них кладутся плоскостями. То есть, как ладонь имеет свою плоскость. То есть, верхняя плоскость, нижняя, верхняя. И она как-то ложится. Ну вот, попробуем изобразить это на ушах. Как они кладутся. То есть, внутренняя часть. Здесь ребро, как бы, можно видеть. А здесь можно ярко видеть. Вот внутренняя часть уха. А вот здесь вот внешняя часть. А здесь внутренняя. Как бы она падает. Так, изобразим глаза нашей зачихи. И я теперь... Продолжение следует... Продолжаем. Постепенно уточняем детали нашего рисунка, делаем его лучше, изящнее. Так, здесь интересный воротничок кузычихи, мы его тоже изобразим. Так, перейдем к ногам. Кстати, у зайца очень хороший кармашек, отметим его. Штанины наших героев полосатые. Немножко изобразим это. Так, изобразим башмачки. У зайца у нас такие интересные башмачки. Изобразим их. Такие остроносы немножко. Так, у зайца у нас такие домашние тапочки. Так. 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 Уточняем. На некоторые детали. Так. И смотрим, в общем, как у нас получается. И дальше продолжаем. Смотрите, постепенно, постепенно рисунок наш у нас становится более таким видимым, изящным. Уточняем. Не боимся уже. Где уже видим, что можно уточнить. Просто уже надавливайте карандаш. И можем делать его более видимым для глаза, для взор нашего. Так. Здесь немножко обобщим. Так. Обобщим. Обобщим. Так. Обобщаем. Так. Делаем четче. Так, у нашей зачихи есть маленький бантик. Мы его покажем. Он прямо на голове находится. Такой миленький бантик. И продолжаем уточнять. Смотрим, что у нас получается. Можно немножко перейти к деталям. Кружечка. Вернее, блюдце с чаем. С кружечкой чая. Можно немножко запретить пенок. Стираем ненужные линии, чтобы они не мешали. Так, убираем ненужные линии. Платье на шизо-чихи в горошек. Ну вот, собственно, наших основных героев мы уже нарисовали. Постепенно можно все обобщать, обобщать. Так можно доводить до совершенства состава рисунок и продолжать дальше. Смотрите, всегда имейте в арсенале, по крайней мере, я рекомендую, чтобы у вас был вот такой вот карандаш, тонкий карандаш с тонким стержнем. Вот таким вот, чтобы уточнять детали рисунка. То есть, когда вы уже сделали основной рисунок, когда он уже готов, вы уже видите, что он уже готов, но чего-то не хватает. Нужно его уточнить. Просто прорисовать уже готовые контуры. Там, где они уже будут. Вот. Я уже прорисовал основу зайца с этим карандашом. Карандаш HB, средний, средний такой мягкости. И довольно хорошо с ним работать. Сейчас покажу, как я работаю именно с контурным карандашом. Именно покажу это на зайчихе. Такими вот движениями. Смотрите. В чем суть рисунка? Где есть, заканчивается плоскость. То есть, изгибы в изгибах, где заканчивается объект. Где-то еще подчеркнуть сам контур. Я это делаю именно там, где завершается объект. То есть, либо он поворачивается, либо он завершается. Так, показали ухо. Возьмем немножко второе ухо. Видите? Где объект закончится, я немножко уточняю. Делаю жирнее и больше. Сам контур. Чтобы подчеркнуть сам рисунок. И он становится таким... Очень вкусным, можно так сказать. Более изящным. 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 Так, подчеркнем глаза, такая у нас хорошая прекрасная линия, сделаем ресницы, и отметим наш глаз, то есть блик, не забываем, и от блика теневые расходы, то есть растушевываем. И вот у нас получился глазик. Зубки. Немножко приоткрыть ротик. Маленькие штришочки добавим незначительные. Так, отметим бант. Вот так вот. Начнем, переходим к одежде. Можно штриховать, если вам удобно. Делать какие-то формы, отмечать. Маленькие штришки добавим. Так, продолжаем. Смотрите, я сделаю линию контура толще, как бы подчеркиваю. Здесь тоже. И здесь. Вот. Поражаем. Отметим здесь. Детали. Смотрите, круг рукава заходит внутрь. И мы это тоже показываем. Не забываем показывать складки в местах, где рукава сгибается. Перейдем к ногам. Смотрите, где форма завершается. Я начинаю оттуда и заканчиваю, где форма завершается. И так везде. Тапочки. Тоже отметим. Другая тапочка. Вот так вот. Здесь небольшие складочки. Или можно даже пускать тоже будут полоски, как и у нашего зайца. Так. Отметим юбочку. Сделаем контур потолще. Ну вот. Наш рисунок начинается. Уже приобретает такой интересный очаровательный вид. Сказочных героев. Лесных сказочных героев. Так. Подчеркнем нижнюю накидочку. Под платьем. Под платьем. Даже немножко отметим маленькую тень. Пожалуй, наш основной герой уже готовый. Сделаем тоже. Сделаем, чтобы сделать вид. Адем так. Ну вот, я вам показал, как работать карандашом. Для того, чтобы подчеркнуть сам рисунок. Продолжаем рисовать Но, чтобы продолжить Этот рисунок Узнать дальнейшую историю наших героев Наших персонажей Как дальше рисовать Предлагаю вам приобрести данное видео За скромную цену В принципе, вы можете обратиться ко мне Вконтакте Я нахожусь прямо вот В конце есть ссылка Может быть указана ссылка Или в конце фильма этого ролика Будет указана ссылка Прямо вконтакте, вы можете обратиться ко мне И приобрести полное видео Полное видео урок Как рисуется Весь Рисунок персонажей От и до От самого рисунка и набросков До завершения Завершение его В цвете С акварелью Всем творческих успехов Желаю удачи И приятного настроения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...